Я хочу продолжить свою лекцию о маймониде. Извиняюсь, дорогие друзья, еще раз скажу, что я, так как я живу в Испании, здесь на испанском произносят испанцы как маймонидес, и поэтому я все время путаюсь. Маймонид, маймонидес, ну, так как вас предупредила, вы уже будете знать. Свою первую лекцию я делала на прошлой неделе, так немножко описала ситуацию, исторические такие условия, в каких находился как раз вот Рави Моше бен Маймон в то время. Ну, а сегодня продолжу более подробно. Вот я вижу, что вас уже стало здесь больше. Рамбам – это его акроним, который как раз и расшифруется. Рави Рав Моше бен Маймон, который был блестящим, ну, был и остается блестящим средневековым мыслителем и принадлежащий к золотой эпохе еврейской, испанской культуры. Рамбам родился 14-го Несана за один день до Песаха в 1135 году в Кордове. Тогда это испанская территория, которая принадлежала, как раз тогда властвовали этой территории мусульмане. И его рождение пришлось на расцвет вот этой вот испанско-арабской культуры. И родился он в семье очень образованного человека, в семье Даяна. Даян – это судья в раввинском суде. И вообще корни Рави Моше бен Маймона уходят к очень большим мудрецам, известным очень раввинам, и даже к царю Давиду. И после того, как его мама его родила, она умерла при родах, его отец Рави Маймон женился на другой, взял другую жену. У него был брат от другой матери, которого звали Давид. Ну и пока они были маленькие, вдвоём два брата – Давид и Моше, как было принято в то время, они учились у своего отца. То есть их учил отец знанием религиозным, знанием Торы и святых различных писаний. И Рамбам получил очень разностороннее образование, не только религиозное, но и светское. Вот на светском его образовании сильно настаивал его отец. Он был очень большим сторонником того, чтобы сын изучал другие науки различные. Поэтому Рамбам был великий учёный во многих науках – в медицине, в астрологии, в философии. Привет, Яков, вот вижу ты здесь, спасибо большое. И значит, вот это вот обширное образование в математике, астрономии, медицине, философии не сразу удалось так легко Рамбаму. Потому что вот есть такое предание, что он был ребёнком совершенно, который очень плохо понимал что-то. Ну, современным грубым языком мы сказали бы «тупил». Но что самое было менее приятно, было то, что он и не хотел ничего знать. И как-то его отец пришёл вообще в такое негодование от того, что он был уже очень расстроен, что сын такой. Что он вообще побил просто его сына своего и выгнал его из дома. Вот. И Моше переночевал эту ночь, когда его отец выгнал из дома. Он очень, конечно, расстроился на него и оказал очень большое влияние. Он переночевал в синагоге. Но говорят, что он проснулся совершенно другим человеком, другим уже ребёнком, который осознал совершенно всю реальность по-другому. И он очень захотел учиться. И с того момента начал набираться мудрости и приобщаться. Вот уже стал изучать действительно серьёзно всё и глубоко до такой степени, что стал великим мудрецом всех времён. И приблизительно вот когда Моше бен Маймону было 13 лет, семья была вынуждена покинуть Кордову, потому что начались преследования очень серьёзные. Потому что к власти пришли мусульмане, были у власти Аль-Мухаддавы, Аль-Мо, так, давайте посмотреть, чтобы мне правильно принять, Аль-Моравиды. Аль-Моравиды, они были такие более культурные. А теперь пришли к власти фанатичные племена Аль-Махаддам, которые уже просто вырезали всех, кто не принадлежал к исламу. Ну, можно было бы замаскироваться и принять ислам, и изучать Тору тайным образом дома, но семья Рави Муше Маймона не хотела это делать. И они предпочли покинуть Кордову. И начались такие очень длительные скитания. Где-то скитания приблизительно 10-летней давности. В течение 10 лет семья скиталась по Южной Испании, по Андалусии, по Африке. В конце концов остановились в городе Фес, в марокканском городе Фес, который сейчас очень известен своими кожными изделиями. Если кто-то был у вас, из вас в городе Фес, ну, сейчас, конечно, он находится в такой, в декаденции, я бы сказала. А раньше он был даже столицей марокканской. Вот. И сейчас он известен, этот город Фес, своими кожными изделиями. Там водят по экскурсии на фабрику, и рассказывают, как выделывается кожа. Очень интересный процесс, но очень дурно пахнет. А в то время это был раньше ещё, до того, как прибыла семья Маймонида в Феш. Это было очень таким центром культурным, еврейским, очень известным. Там была очень известная Ешива, вот сто лет до прибытия семьи Маймона, Маймонида туда. Да, там жили очень известные раввины. И как раз здесь Моше Бен Маймон начал изучать медицину в университете Феша. И свои основные медицинские знания он получал оттуда. Спасибо, Вячеслав, выступайте почаще. Да, буду стараться. Ну, вы знаете, как-то со временем не организоваться, много всего. Поэтому я вот один раз в неделю пока что. Ну, если будет возможность, попробую почаще. Пока что такой возможности нет. Вот. И, значит, он учился в университете. Приблизительно в этот период он начинает писать свои очень известные, свой известный очень труд. Это комментарии к Мишне, о которых я позже потом упомяну, и которые вызвали очень бурное одобрение. И где-то пять лет провела семья в Фесе. И потом вынуждены были они все-таки оттуда тоже уйти. Почему? Потому что тоже самая религиозная нетерпимость, преследование. И пришлось опять собирать то, что можно было взять с собой и переселяться. На этот раз семья решила уже переселиться в Израиль. В Израиль окончательно и туда переселиться, и уже там жить до конца своих дней. Поэтому сели на корабль, поплыли в Израиль. И каким-то чудом корабль доплыл до порта Акку. Потому что на шестой день, как погрузились на корабль, плывущий в Израиль, разразился ужасный шторм, страшное буря. И каким-то просто чудом корабль выжил и смог добраться до Акку. Ну и в несколько месяцев прожила семья Акку. Потом ездили на паломничество в Иерусалим, в Хеврон. Ну и в итоге какое-то время, некоторое время прожили в Иерусалиме. Вот семья Рави Мушема Маймона, Маймонида, Маймонида. И здесь произошло тоже очень важное событие в жизни Рамбама. Почему? Потому что он начал изучать здесь тайные Торы, скрытый уровень от других людей. Начал изучать Кабалу. И он заслужил это право получить эти знания. Он послужил цепочкой вот этой каббалистической таких людей. Немного таких мудрецов, немного он заслужил это право, вот именно находясь в Израиле в этот период времени. Ну, к сожалению, опять не прекращаются вот эти вот несчастья. Потому что на сей раз начали бушевать крестоносцы. И крестоносцы тоже были очень нетерпимы коноверцам. И всех убивали, всех подряд. Поэтому для евреев было очень сложно прожить в Израиле. И семья принимает решение уезжать из Израиля. Спасибо большое, Яков. Меня очень вдохновляют вот знаки, когда вы посылаете мне одобрительные сердечки или там вот эти вот руки такие, как это, ну, одобрение. Потому что я тогда вижу, что вы слушаете меня и вам нравится. Спасибо большое. Значит, пришлось опять срываться с места, уходить. И на этот раз семья... А, да, здесь умирает отец. Здесь умирает отец Рамбама от вот этих постоянных неприятностей, переездов, от переживаний, от стрессов. Семья его, конечно, очень горько оплакала. И после этого решили уехать из Израиля и поехать в Египет. Потому что в то время в Египте была другая ситуация. И поселились в Египте в городе Фастати, это старый Каир. И возникла ситуация какая, что семью же должен кто-то соблюдать, содержать материально. Если кто-то изучает Тору, кто-то её должен содержать. И Давид, брат Моше, взял на себя эту обязанность. Он занимался торговлей драгоценных камней. Это приносило очень хороший доход. И поэтому таким образом Моше мог продолжать свои изучения, работу, написание своих таких драгоценных трудов. И вот когда я вам говорила, когда они ещё были в Анталусии, Рамбам начал писать вот эти заметки, комментарии на Мишну, которые называются «Пирож амешна йод». И как раз когда семья обосновалась, уже спокойно могла жить в Египте, наконец-то Рамбам мог закончить этот свой труд. И интересно, что сначала он был написан, оригинал его написания был на арабском языке, потому что, как я вам тоже рассказывала, Моше бен Маймон родился при арабском господстве, когда арабские и еврейские культуры были переплетены в Испании. Это был расцвет культурный, и он владел арабским в совершенстве. Но, конечно, естественно, потом он был переведён, этот труд, на святой язык. И был очень принят, очень одобрительный этот труд, который мы до сих пор пользуемся и изучаем. Какая была ситуация на тот момент в Египте, тоже очень интересно отметить, потому что в тот момент в Египте правили просвещенные фатиматские халифы, что давало евреям право на жизнь очень-очень хорошую. То есть это был такой расцвет. Евреи могли наслаждаться свободой в полной, в полной мере, свободной и религиозной, и свободной светской. Они имели все-все права, могли продвигать религию, культуру, общественную жизнь, коммерческую жизнь, без каких-либо ограничений в местожительстве или в передвижениях. То есть был расцвет для еврейской культуры в то время в Египте. И поэтому все свои наиболее значимые труды Рамбам создаёт именно в Египте, за которые до сих пор еврейский народ и вообще всё человечество может быть благодарны Рамбаму. Вот они были созданы там. И вот там в Фастате Маймонит становится раввином Фастата и главой Ешивы. Он был очень популярной личностью, очень признанным. К нему приходит очень огромное призвание. К этому времени уже Рамбам обладал огромными и светскими, и религиозными знаниями. Он был знаток в еврейских дисциплинах, а также в языкознании. Он стал духовным лидером того времени, как я уже сказала. И чтобы слушать его проповеди, его лекции, стекаются вообще вот в Фастат не только евреи, но даже мусульмане из самых, и самых вообще даже самых далёких уголков Средиземноморья. Такой интересный тоже факт. И даже в 1172 году к Рамбаму обращаются за помощью раввин Йемена, потому что в то время Йемен находился очень в сложном положении. Сейчас объясню. И Рамбам пишет своё известное йеменское послание, которое ещё называется «Врата надежды», где Рамбам предостерегает евреев Йемена от заблуждений, связанных с различными мессианскими сектами. Потому что ситуация была в трёх пунктах очень критичная тогда в Йемене. Во-первых, что были очень сильные гонения на евреях. Во-вторых, очень большая, значительная часть евреев отошла от предписаний Торы. И третье, что появился лжепророк, который, использовав вот эту вот сложную ситуацию, он наводил вообще какой-то, дезориентировал буквально людей своими речами, своими проповедями о скором приходе Машиеха и всё вот в таком роде. И это послание было такой своеобразной нитью, путеводительной нитью для евреев Йемена. Но что самое интересное, что такой путеводительной нитью, оно уже после своего написания было вообще во многие исторические эпохи. И даже сейчас оно актуально, в принципе, и для нас в нашей сегодняшней ситуации. Потому что здесь как раз Рамбам проявляет свет на многие проблемы и исторического характера, и религиозного характера. Он там обсуждает темы религиозные, говорит о том, что вот эти проблемы на религиозной почве, почему они возникают. То есть религии, он говорит о религии христианской и исламе, которые, в принципе, возникли из иудаизма, но со временем начали стремиться вообще уничтожить иудаизм и вообще просто аннулировать Тору. Там все вот эти вопросы он обсуждает. Ну и, конечно, корень всех этих проблем лежит в таких качествах, как злость, ненависть, зависть. То, с чем до сих пор мы сталкиваемся, можно сказать, ежедневно. И не только между религиями, но и каждый из нас внутри самого себя. Ну вот, дорогие друзья, сегодня, я думаю, на сегодня хватит. А в следующий раз я уже вам расскажу следующий период в жизни Рамбама, когда он становится известным врачом и даже работает при дворе у султана. Это тоже очень интересный период жизни Рави Моше Рамбама, Рави Моше Маймона. И желаю вам, дорогие друзья, всех благословений, хорошего здоровья. И надеюсь, встретиться скоро, потому что время идет быстро. И на следующей неделе, во вторник, я выхожу в эфир по израильскому времени в 4.30. До скорых встреч, всех вам благословений. До свидания. Спасибо, что присутствовали.